тема лекции это обсуждение дальнейшего вопросов связанных с надежностью программного обеспечения ранее мы рассмотрели такие вопросы как сущности систем реального времени какие-то элементы и их представления разнообразные в виде моделей считываемые значения от эти вот images и в чем собственная разница между ними какое основное правило для выбора периода опроса датчиков sampling рейда ну и генерации управляющих сигналов как мы можем компенсировать задержку приобретение значения как мы можем компенсировать этот джиттер что такое точность момента определения значения какая разница между параметрическими и фазочувствительными системами реального времени а именно их моделями рассмотрим что такое отказы ошибки неисправности также что то в чем разница между противодействием отказом и отказа устойчивость значит где мы находимся значит отказы у нас характеризуется собственно природный отказом таким образом мы определяем что он произошел эффектом что в результате может произойти на чистоту этих отказов ну а также то место где они произошли отказ представляет собой отклонение актуального сервиса от того что было запрограммировано это определяется ну снаружи что ли пример например это значит управляющая поверхность крыла двигается не так как это предсказано ошибочно либо система управления безопасностью не поджигает газ внутри значит ошибка это непреднамеренное внутреннее состояние системы например короткое замыкание например из-за того что слишком большой ток идет либо низкое напряжение либо переменная имеет значение вне требуемого диапазона но неисправность это причина возникновения ошибки например порванный изолятор или ошибка в программе один из вариантов этой причины может быть неправильная спецификация ну вот классификация значит по этим параметрам отказа природа отказа это либо неправильное значение либо что-то произошло не вовремя как мы его воспринимаем это либо мы точно знаем что произошло либо мы информацию знаем не полностью эффект от отказа может быть на суть ошибки как там было вышесказано что это либо неправильное значение и неправильно в каком смысле что-то либо она выходит за некоторые умозрительные, либо ограничения по теории управления, либо по сути предметной области, либо это неправильное значение, которое может быть в принципе трудно определить, что оно неправильно. По времени, это значит, что я посмотрел в словаре «commission», здесь, наверное, имеется в виду, что значение получили, но на самом деле в этот момент мы не должны были его получить. Например, это произошло слишком рано, либо слишком поздно, либо вообще мы пропустили момент появления значения. Ну и также могут быть различные комбинации отклонений по значению и по времени получения значения. Значит, восприятие результата, ну или вообще самого процесса отказа, да, либо оно повторяется для пользователя, но все время одно и то же, либо оно может быть восприниматься по-разному. Их иногда называют двуликими отказами, либо, значит, плохими отказами и византийскими отказами. Ну вот посмотрел суть византийского отказа, то есть предполагается, что есть некоторая распределенная вычислительная система, да, ну например, вот сколько тут рыцари собираются штурмовать крепость, но какие-то из них отказываются это делать. В результате, если бы они все его штурмовали, то крепость была бы взята. Но в этом случае получается, что крепость не могут взять, потому что не хватает ресурсов. По восприятию, оказывается, даже есть специальная классификация. Значит, предположим, нам дано, что мы воспринимаем консистентно наш отказ, то если система либо работает корректно, либо вообще ничего не производит, да, и при этом молчит, вот такая система называется File Salient. Значит, другой вариант, если вот предыдущий вариант развивается до того момента, что в случае ошибки система просто останавливается, ну, ее выполнение, при этом не создается никаких дополнительной информации о том, что произошло. Это File Crush система. File Stop система – это вариант File Crush предыдущей системы, да, только в момент, когда происходит отказ, она информацию об отказе передает другим системам. Значит, есть также системы, которые неуправляемые в случае отказа, да, то есть она отказывает и при этом не существует какой-то способа вывести ее в нормальное состояние. И File Never, да, то есть система, которая всегда обеспечивает корректный сервис по всем параметрам, и по времени, и по значению. Ну, по эффекту, значит, что мы тут можем добавить, что классификация зависит от того, что, вообще говоря, считать положительным, отрицательным, слишком плохим или не очень плохим эффектом. Ну, и вот выделяют отдельно Safety Critical Application, то есть сверхнадежные приложения. Не, не сверхнадежные приложения, а приложения, где надежность является критическим моментом. Это, значит, такие, где могут происходить злокачественные отказы, приводящие к большим проблемам. Частота отказа характеризуется разными качествами, например, Single Fail, это единичный отказ, да, это отказ случается лишь один раз, ну, за некоторый интервал. Значит, постоянный отказ. Система перестает, ну, не работает, да, до тех пор, пока ее не наладят. Приходящий отказ, это система работает даже в случае какого-то отказа. Но Intermittent Fail, это, так называемый, приходящий отказ, это часто возникающий отказ, который не приводит к полному выходу и работоспособности. Частота отказов, как правило, для систем, основанных на VLCI, ну, на микросхемах, да, определяется вот таким вот шаблоном, где вот это вот T-время по вертикали, частота отказов. Так вот, вначале происходит очень много отказов, отказы так называемого выгорания. То есть есть какие-то отдельные элементы некачественные, они, значит, их некачественные характеристики проявляются, в результате мы получаем отказ, заменяя некачественные элементы на новые, да, некачественные элементы, ну, какие-то новые, да, элементы, из них могут быть, получиться, то есть уже более надежные подсистемы, и постепенно, постепенно, значит, частота отказов падает. Вот, то есть рано или поздно мы заменим все некачественные компоненты на качественные, либо от них на самом деле ничего не зависит. Дальше идет определенное плато, и через некоторое время начинается опять повышение количества отказов. Это происходит из-за того, что оборудование устаревает, и их характеристики элементов начинают уходить из допустимого диапазона. На этом слайде говорится, что микросхемы, их частота отказа зависит в основном от физических характеристик, количеств, например, ножек, варианты упаковки в корпус, и очень мало зависит от количества транзисторов. Но, вообще говоря, когда мы изучали в Иркутском техническом университете процесс изготовления микросхем, то, в принципе, на одном монокристалле кремния изготавливается несколько сотен микросхем, но только две из них, вообще говоря, работают правильно, то есть есть стадия проверки работоспособности, тестирования. Для того, чтобы вторую часть каким-то образом управлять, эйджинг, то периодически производят превентивную замену уже устаревших компонентов, прежде чем отказ, собственно, произойдет. Ну и такая деятельность, она ограничивает эффект устаревания. Уменьшает вероятность отказа. Значит, если бы не было бы устаревания, то и не нужно было, вообще говоря, производить превентивную поддержку системы ремонта. Значит, приходящие отказы, значит, у чипов, у них примерно где-то, может быть, 10 на 100 миллионов, на 100 тысяч. Вот и зависит от, в основном, от физической среды. И наиболее частая причина – это электромагнитная интерференция, значит, нефильтрованное питание, либо, значит, какие-то высокоэнергетические частицы. Точнее, не какие-то, но, в принципе, альфа-частицы, прилетая из космоса, попадая в микросхему, они могут менять состояние каких-то триггеров. В интернете, кстати, на YouTube можете найти «Wired Diader». Там интересный момент. Есть пароль «Машину для голосования». Тут приводится пример радара. Это, скорее всего, на каком-то самолете. Значит, отказ фиксировался каждые примерно 6 полетных часов. И поддержка, то есть ремонт требовался каждые 31 час. Однако, только одна из трех ошибок могла быть воспроизведена в лабораторных условиях. Значит, причины отказа. Ну вот, правила большого пальца, да, то есть пальцем в небо это называется. Чисто по статистике. Один большой отказ на три страницы из спецификаций. Ну, то есть, например, мы программу пишем, да, мы требования организуем для нее, да, в техническом задании. Так вот, на три страницы технического задания мы уже автоматом порождаем три возможных отказа. Значит, один отказ на 21 строку кода. Ну и вот у нас, например, есть следующая статистика. Значит, кодирование приносит 6% всех отказов. Функциональные отказы 71% в основном это из-за как раз требований и проблем дизайна. И, значит, отказы интерфейса, значит, 23%. И это вследствие плохого взаимодействия между командами разработчиков. Ну вот еще одно наблюдение, что наиболее злостные отказы вводятся в систему, ну или причины отказов, раньше, но определяется как можно позже. Ну так оказывается. Вот, в частности, например, в течение системной интеграции. То есть, когда большую систему из маленьких создают. Ну, собственно, да, действительно, явным видом, явным образом присутствуют как раз проблемы дизайна. Вот еще исследование на большой информационной системе. Значит, больше 40% отказов – это проблемы, создающие оператором человек. 25% были получены в результате неправильной работы программного обеспечения. Значит, большую долю отказов была внесена из-за внешних факторов, в частности, проблем с питанием, пожары, наводнения. Наиболее, так сказать, мизерные, ну, то есть, меньше всего отказов происходило, повернее, аппаратного обеспечения. Ну и какие выводы мы можем получить? Нам нужно не только обеспечивать отказоустойчивость аппаратного обеспечения, но также необходимо обеспечивать отказоустойчивость программного обеспечения. Значит, перейдем к классификации ошибок. Большинство отказов, которые можно как-то управлять, могут быть отслежены до некоторого неправильного состояния, то есть, неправильного элемента данных. Что аналогично отказам, мы можем также классифицировать ошибки, как приходящие, только те, которые существуют, некоторый короткий интервал времени, потом куда-то исчезают без какого-то явного ремонта. Ну и постоянные ошибки требуют производить конкретный ремонт. То есть, отказоустойчивая архитектура. Каждая ошибка, она, так скажем, ограничена некоторым регионам. Возникло явление ошибки. Ну, то есть, мы предварительно анализируем программу на тот факт, что где-то, то есть, в каком-то конкретном коде могут происходить какие-то классы ошибок. И это позволяет нам обходить также проблему распространения ошибок на другие подсистемы. Интерфейсы определения ошибок, они защищают границы вот этой вот области возникновения ошибок. Среди ошибок доминируют в основном вот эти вот приходящие ошибки. Ну вот, например, если рассмотреть типичный цикл управления, простой цикл управления и его структуру. То есть, мы сначала, например, читаем значения на сенсорах, потом вычисляем, как нам на это реагировать, ну, управляющее воздействие. И это воздействие мы потом кодируем в выходной сигнал, подаваемый на исполнительное устройство. Так вот, если мы что-то внутри одного цикла сделали неправильно, то это не влияет на новый цикл. Ну, потому что мы полностью читаем данные из сенсоров, производим над ними вычисления. С точки зрения аппаратного обеспечения, да, мы можем, что, какое заключение сделать, что на каждом цикле наша система тратит только определенное количество энергии, и в результате вот такая вот архитектура, она, в принципе, реализует дизайн противодействующим приходящим ошибкам. Постоянные ошибки, да, вот они, их можно рассмотреть, например, база данных. То есть сама по себе база данных, это состояние моделируемого объекта, он довольно большой, да, то есть там какие-то, если есть организации, у него какие-то подразделения, то есть, понимаете, да, очень сложная структура, и вот если в каком-то из элементов нести ошибку в эту базу данных, то эта ошибка имеет уже постоянное свойство. То есть ее нужно исправлять явным образом, исправляя базу данных. Если же этого не делать, то постепенно-постепенно наша база данных становится эрадированной, то есть она начинает содержать неактуальную информацию. Неисправности моделей и классификаций. Здесь, вероятно, имеется в виду, что вот мы, когда мы создаем отказоустойчивую систему, у нас вот есть два, две модели основные. Значит, первая это отказоустойчивая система сама по себе. То есть смотрим, что может происходить в процессе отказа, ну, то есть остановка программы, когда это может происходить. И вот такая система называется омиссив. С другой стороны, мы можем сделать открытую систему, то есть система, которая каким-то образом эти отказы классифицирует, определяет их, и в результате нахождения в состоянии отказа она сообщает информацию о своем состоянии в другие системы. Нетказ о неисправности. То есть неисправности мод классифицируются следующим образом. Ну вот, бывают, значит, случайные неисправности, либо введенные специально. Ну, пример такой неисправности, это, например, внедрение в программный код инструкции, которую не может микропроцессор выполнить. И это можно сделать, например, для отладки кода. Если там система защищена от отладчика, то мы никак не можем сделать так, чтобы микропроцессор выполнил инструкцию, которую он не может выполнить. Значит, восприятие физическое, либо по дизайну. Границы ошибки внутренние и внешние. Причина ошибки это разработка, либо сам процесс функционирования системы. Ну и постоянство, либо приходящее или постоянное. Последнее, что нужно рассмотреть, это противодействие отказам и им отказа устойчивость. И тут, значит, два. Есть пункта первое, это каким образом предотвращать ошибки. Это ошибки. Ошибки аппаратного обеспечения и программного обеспечения. противодействие противодействия и отказа. Для того, чтобы убрать какую-то возможность появления ошибок, необходимо исследовать систему перед тем, как она начнет оперировать, функционировать. Первый вариант это избегание ошибок, то есть сделать систему такой, чтобы у нее было трудно внести ошибку. Либо второй вариант уничтожения ошибки. То есть изучая систему мы пытаемся понять причины возникновения ошибок и в систему вносим какие-то изменения например, в программный код, такие, чтобы эта ошибка не возникала. Другой подход это отказ за устойчивость. действие действует в том, чтобы обеспечить функционирование системы, даже если в ней возникают различные ошибки. В обоих случаях, самое важное, что в этом слайде написано, что в обоих случаях, как бы мы там не реализовывали противодействие или отказоустойчивость, нам необходимо иметь модель возникновения ошибок, ну, то есть исследовать эту самую систему. Как обходить возникновение ошибок аппаратного обеспечения? Используйте наиболее надежные компоненты, ну, в рамках того ресурса, который выделяется и ограничений по производительности. Необходимо использовать надежные соединения между компонентами. Вот, например, разъемы, способы пайки, в том числе, вот, они являются основными причинами отказов, то есть стабами вот этими моментами в дизайне. Также, способ упаковки, ну, там различные, например, экраны и тому подобные вещи, тоже очень важны, они позволяют влиять на интерференцию, то есть, уменьшать, например, последствия интерференции, например, из-за электромагнитного воздействия, ну, вот, собственно, экраны и другие устройства. Обход ошибок в программном обеспечении, значит, что мы можем сказать про программное обеспечение, оно само по себе не деградирует в процессе использования. То есть, если какие-то ошибки были внесены, да, или причин ошибок, они уже там есть. Как правило, программное обеспечение, оно более сложное, чем аппаратная часть, и, в принципе, практически невозможно создать систему, которая бы была бы без ошибок. То есть, это нужно иметь в виду. Ну, вот, самый, наверное, такой часто использующийся подход называется Banana Software Approach. Значит, здесь суть в том, что качество программного обеспечения улучшается в процессе уже эксплуатации. То есть, мы то, что есть, отдаем пользователю, предупреждаем его, что могут возникнуть различные ошибки. И вот это программное обеспечение, оно постепенно, постепенно взрослеет в процессе эксплуатации. Однако, довольно редко используется для потребителей в области бизнеса и для систем реального времени это точно не способ организации работы над программным обеспечением. То есть, не следует им пользоваться. Качество программ можно улучшить более тщательно и в лучшем случае формальной спецификации требований. И использовать методологии дизайна, которые уже давно-давно зарекомендовали себя. Использовать языки, свойства языков, в частности, абстрактные данные, модульность. использовать различные среды разработки программного обеспечения, которые позволяют управлять сложностью. Ну, из нового, по сравнению с 2002 годом, среди для первого пункта, сейчас очень активно используют различные автоматические тесты. То есть, тест сам по себе, это как раз формальное представление требований. то есть, тест запускает некоторую функцию из функций, реализующих реализуемых программным обеспечением и возвращаемое значение функции, оно проверяет на соответствие спецификации. И вот современные системы, где активизованы достаточно качественно, они в себя содержат огромный объем тестов может быть в несколько раз больше по объему, чем сами реализованные функции. Ну и тест-ориентированный подход вот этот вот, он включает в себя также проведение тестирования на реально работающих экземплярах системы, то есть, те, которые уже в бизнесе используются. То есть, сначала, если какая-то новая функция разрабатывается, напишутся для нее набор тестов, на ту часть, которую конкретно в данный момент разрабатывают. Функция реализуется, проверяются все существующие тесты над уже полной системой, если все в порядке, то считается, что функция реализована правильно. Понятно, что надо иметь некоторые соображения по поводу полноты тестов для новой функции. То есть, если функция сложная, набор тестов небольшой, то мы тогда не можем доверять нашей функции. Ну и вот, если эти все тесты прошли над системой на стороне разработчика, то делаются тесты на стороне заказчика. И вот, если они все выполняются, новая функция внедряется. Вот, с точки зрения программиста, тест-ориентированное программирование, оно позволяет улучшать и сохранять доверие программиста к разработанным системам. Особенно это важно, когда разработка ведется командами разработчиков. Ну и таким образом, в рамках этой лекции мы познакомились с различием качественных характеристик ошибки. Ошибки неисправности и отказа. И среди наиболее часто встречающихся причин является ошибка оператора и ошибки, которые были получены в результате неправильного дизайна программного обеспечения. Ошибки аппаратного обеспечения встречаются намного, намного реже. Ну и вот дизайн системы управления на основе простого цикла, да, ну и вообще какие-то простые дизайны, они приводят к тому, что ошибочное состояние становится приходящим. То есть ошибка имеет какой-то смысл только на одном цикле функционирования системы управления. То есть на следующем цикле она может быть и не встречена, может не появиться. ну на этом все. Спасибо за внимание. за внимание. Спасибо за внимание.